Музыка Всем привет! У школьников большая перемена, и мы готовы рассказать вам о самых интересных и значимых событиях в нашей школьной и вне классной жизни. Долго болтать не буду, а поспешу похвастаться, ведь мой класс занял первое место в конкурсе макетов мемориалов славы городов-героев. И прямо сейчас я приглашаю вас на наше награждение. Очень приятно, что вы такие неравнодушные, такие активные, потому что я знаю, что вам не всегда хочется и не всегда у вас есть время для того, чтобы участвовать в этом проекте, но вы большие молодцы, что участвуете, потому что из этого нашего равнодушия вот таких мелочей складывается вообще наша жизнь. Хочется выразить особую благодарность, конечно, вашим классным руководителям, потому что особая задача лежит именно на их плечах, чтобы рассказать, заинтересовать и быть вместе с вами в это время, потратить свое личное время. Мы с ребятами должны были сделать макет мемориального комплекса героям-панфиловцам. И вот что у нас получилось. Итак, привет, Маша! Привет! Расскажи, пожалуйста, что-нибудь интересное о нашем макете. Нам досталась Москва, и наш макет был выбран не случайно. Мы очень вдохновились подвигом этих героев, героев-панфиловцам. Памятник состоит из шести фигур, самих героев, солдатов. Также перед памятником установлена площадка, на которую возлагают венки. Привет, Леня! Привет! Расскажи, пожалуйста, как проходила работа над этим проектом? Наш класс разделился на девочек и мальчиков. Мальчики занимались самим каркасом нашего макета. То есть мы пилили дерево. Звезда. Вот звезда. Мы тоже ее пилили. А девочки после этого лепили фигурки для макета. Раскрашивали его. Стоит отметить, что соперники у нас были достойные. А теперь предлагаем посмотреть на макеты мемориалов городов-героев, которые сделали ученики седьмой школы. Наша команда. Малая земля. Мы представляем макет города-героя Новороссийск. Малая земля. Мемориальный комплекс «Малая земля», расположенный на Суджукской косе, является яркой достопримечательностью города. Памятник по виду напоминает на свою часть боевого корабля, уходящего на полном ходу из моря. Мемориал был открыт в сентябре 1982 года в честь героического подвига советских солдат, сражавшихся за освобождение Новороссийска от немецко-фашистских оккупантов во время Великой Отечественной войны. Он находится на месте, где 225 дней длилась оборона плацдармом и откуда начался решающий штурм вражеских позиций, завершившийся 16 сентября 1943 года освобождением Новороссийска. Легендарный Севастополь – город русской доблести и славы, воспетый поэтами, художниками и режиссерами. Что видел ты? Какие истории хранят твои живописные пейзажи? Сапун гора – возвышенность, находящаяся в 6 километрах к юго-востоку от Севастополя. Название горы можно перевести как «мыльная». Высота – 240 метров. 7 мая 1944 года в 10 часов 30 минут советские войска перешли в наступление на участке Сапун гора, Карань. Штурм Сапун горы длился 9 часов. Бой шел за каждый сантиметр земли. Тысячи бойцов и командиров проявили в тот день невиданный героизм. И хотя враг ярость сопротивлялся, на отдельных участках по несколько раз переходил в контратаку, ничто уже не могло остановить мощного натиска советских войск. Утром 24 июня 1941 года начались массированные бомбардировки Минска. 25 июня передовые части немецко-фашистских войск приблизились к Минску. Но мужественные минчане не покорились врагу. 1100 дней и ночей длилась оккупация Минска. На рассвете 3 июля 1944 года гвардейский танковый корпус Бурдейнова ворвался с северо-востока в Минск. С юга Востока в горы вступил 1-й гвардейский танковый корпус Панова 1-го Белорусского фронта. Вскоре к танкистам присоединились стрелки 31-го армии в гнил главу. В ходе наступательной операции «Магратион» советская армия нанесла крупнейшее поражение немецким войскам. После войны от всей капитальной застройки Минска осталось не больше 20%. Остальное превратилось в руины. 26 июня 1974 года городу Минску было присвоено почетное звание «Город-герой». Был создан монументальный комплекс с символичным названием «Минск. Город-герой». Субтитры создавал DimaTorzok Мы, верные дети отчизны, клянемся помнить, хранить, дожить! Напомним, что конкурс макетов «Городов-героев» проходил в рамках проекта «Юнарктика». До сих пор не знаете, что это такое? Сейчас расскажем. «Юнарктика» — это региональный сетевой проект, который объединяет всех восьмиклассников нашего региона. Первый стартовал в декабре 2016 года. Проект направлен на развитие у молодежи гражданственности, патриотизма, духовно-нравственных и социальных ценностей. Особенностью «Юнарктики» является сочетание нескольких федов деятельности. Во время проекта проходят разные испытания. Конкурс визиток, интеллектуальная онлайн-игра по темам «Государственный символ России. Даты военной истории Отечества». Конкурс на лучший макет Мемориала славы городов-героев СССР. Конкурс «Инсценированные патриотические песни». Конкурс постов в социальных сетях, которые приурочены ко Дню Героев Отечества. Дню Защитника Отечества и Дню Победы, а также участие в зимнем фестивале ГТО. Главным призом проекта «Юнарктика» является поездка по памятным местам России. Впереди нас ждет третий этап конкурса, в котором участники должны продемонстрировать инсценированную патриотическую песню. Желаю всем удачи, а я передаю слово следующему специальному корреспонденту. Хотя, ладно, я покажу вам кусочек нашей репетиции. Всем привет! С вами Третья Школа. И нашим ребятам тоже есть чем гордиться. Например, спортивными достижениями. В минувшие выходные ученики нашей школы поучаствовали в Малых Арктических Играх. Давайте посмотрим, как это было. Здравствуйте, Александр Владимирович. Расскажите, пожалуйста, что было на соревнованиях? Ну, на соревнованиях проводились у нас это Малые Арктические Игры. Есть Большие Арктические Игры, которые проводятся. Это уже международное соревнование. Мы здесь сделали подводящие виды для метания палки, имитируемой копьем. Там метали набивной мяч или медицинбол. Для тройного прыжка, прыжки через нарты, подводящие упражнения. Были у нас проведены пятикратный прыжок среди третьих, четвертых классов. Если в арктических играх тоже есть еще бег с палкой, имитируемой копьем, мы провели бег с эстафетной палочкой. Таких три вида провели соревнования. Александр Владимирович, а какие результаты показали ребята? Ну, ребята показали хорошие результаты. Главное, чтобы выполнить правильное упражнение. Те, естественно, у кого физическая подготовка получше, кто ходит в секции, у них результаты, естественно, повыше. Для тех, кто послабже готов, они хотя бы научились выполнять эти упражнения, которые были на соревнованиях. И это тоже хороший, считаю, результат. Они познакомились уже с какими-то видами арктических игр. Ну, такие результаты у нас. Александр Владимирович, расскажите, а почему вообще важно заниматься спортом с самого раннего детства? Ну, спортом, конечно, очень важно заниматься. Это в первую очередь укрепление здоровья, развитие физических навыков, силы, скорости и прочее. И подготовка к жизни очень большая идет. Поэтому всегда важно даже не только с раннего возраста, но и взрослым людям тоже желательно бы заниматься спортом. Всем желательно двигаться. А сейчас я предлагаю пообщаться с ребятами и узнать, какие они результаты показали на малых арктических играх. Привет, Саш! Расскажи, пожалуйста, какие результаты у тебя были на арктических играх? Ну, мы делали пятикратный прыжок, и я его сделал с... Ну, я сделал его с 7 метров и 70 сантиметров. Миша, расскажи, пожалуйста, какие результаты ты показал на арктических играх? Во время пятикратного прыжка я прыгнул на 5 метров и 90 сантиметров. А когда бросал мяч из-за спины двумя руками, 1 метр и 50 сантиметров. Сложно ли тебе было? Не, не очень. Лин, наверное, ты очень долго и упорно готовился. Или ты, может быть, ходишь на какую-нибудь спортивную секцию? Нет. Лин, расскажи, пожалуйста, что нужно было сделать во время эстафеты? Во время эстафеты, когда мы прыгали пятикратный прыжок, надо было разогнаться и прыгнуть 4 раза, а на 5-й раз еще дальше прыгнуть. И этот результат записывается в книгу, где отмеряют баллы, сколько кто прыгнул. А вот когда вы бегали, что вы делали? Мы брали палочку и передавали, как пробежали круг другому. Лин, я знаю, что эти игры были приурочены к 23 февраля. Давай поздравим наших мужчин. Желаю всем мужчинам счастья, здоровья и любви. Я тоже хочу поздравить всех с наступающим Днем Защитника Отечества. И хочу пожелать крепкого здоровья и всего самого наилучшего. Пока! Здравствуйте! Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, что за соревнования здесь происходят? Сегодня проходят соревнования для 10-11 классов, для будущих солдат, защитников нашей Родины в рамках военно-патриотического месячника. А как вы считаете, данные соревнования помогут дальше ребятам? Данные соревнования для этого и проводятся, чтобы их подготовить в службе в армии, чтобы они пришли. И не было стыдно нам за Ямал-Анинский автономный округ, что наши выпускники, наши школы, нашего города не умели чего-то делать, не были спортивными. Поэтому для этого мы только проводим. А сейчас мы пообщаемся с участниками соревнований. Привет, Данил! Привет, Вероника! Расскажи мне, пожалуйста, что здесь происходит? Ну, сегодня у нас, скажем так, соревнования. Сегодня мы проходим полосу препятствий. Она состоит из нескольких испытаний. Ее нужно пройти как можно быстрее. А что для тебя показалось самым сложным? Ну, самым сложным для меня показалось – это сборка и разборка автоматов. Честно сказать, я практически автомат в руках никогда не держал. Хорошо, спасибо большое, Данил! Обращайтесь! А сейчас мы пообщаемся с учениками нашей школы, которые готовят посылку ямальскому солдату. Здравствуйте, Наталья Евгеньевна! Добрый день! Расскажите мне, пожалуйста, про акцию «Посылка ямальскому солдату». В нашей школе традиционно проходит акция «Посылка ямальскому солдату». В данной акции принимают участие ребята с 1 по 11 класс, также и родители, и учителя нашей школы. Также есть акция, которая называется «Письмо ямальскому солдату». Ребята пишут письма тем служащим, которые сейчас находятся на защите нашей Родины и желают им крепкого здоровья, желают им добра, и чтобы они служили достойно нашей Родине. Привет, Ангелина! Привет! Расскажи мне, пожалуйста, что входит в состав посылки? В состав нашей посылки входит все самое необходимое для наших солдатов. Входят туда бритвенные станки, пена для бритья, носовые платки, различного вида шоколад, конфеты, печенье, тушенка. Все самое необходимое. А еще ежегодно в нашей школе проходит конкурс «Открытка солдату», а также выставка рисунков, посвященная Дню Защитника Отечества. Всем привет! В субботу я решил проснуться пораньше и прогуляться по своей школе. Хоть в четвертой школе и пятидневка, а сегодня во многих кабинетах кипит работа. О, привет, Ксюша! Привет! Тебе не сидеться дома? Что ты делаешь в школе в субботу? А я работаю, воплощаю в жизнь свой социальный проект. Помогаю городу развивать таланту молодого поколения самых пеленок. А если говорить точнее, то мы с учителем музыки Сокарева Катерина Викторовна способствуем социальному, эстетическому воспитанию детей раннего возраста от года до подгодовишек, средствами музыкального воспитания. И как же называется ваш проект? Студия музыкального раннего развития «Фасолька». У нас очень атмосферно и очень интересно. Да что я тебе рассказываю? Пошли лучше со мной, я тебе все покажу. Это очень классное занятие. Это совсем другой уровень. Таких занятий в городе очень мало, где мама может провести время непосредственно с своим малышом, уделить целый час, только ему, не отвлекаясь ни на какие другие дела и заботы. Мне нравится их неординарность, креативность, музыкальность. Помогает воспитывать ребенка, чувствует прекрасное творчество, стремление. И всегда позитив это, ну, хорошее настроение. Мне понравилось играть на музыкантов. Да, на такие занятия я и сам бы походил. Жаль, мое время уже упущено. Но теперь я полностью уверен, что школы города Губкинского в будущем пополнятся музыкально одаренными детьми. Субтитры подогнал «Симон»